Друзья, сегодня я коснусь проблемы, с которой сталкивается любой любитель старого компьютерного железа. Как бы мы его не любили, но тестировать его лучше с использованием более-менее современных мониторов, как минимум поддерживающих формат VGA. Мало кто имеет возможность держать дома и cga-шные, и ega-шные мониторы. Так что возникает необходимость иметь видеокарту, которая на шине ISA даст VGA-шный выход. Найти 16-битную видеокарту еще не проблема, но вот сопрячь 8-битную ISA-шную шину с VGA это уже проблема. Вот сегодня я покажу, как имея 16-битную видеокарту на шину ISA, использовать ее в 8-битной шине. Итак, друзья, представляю вам вот такую вот древнюю видеокарту. В 1991 году фирма Acumos представила первый SVGA-чипсет, названный AVGA-1. Они одним из первых предложили достаточно высокую степень интеграции и сочетание 2D ядра, RAM DAC и тактового генератора. Функционально чипсет представлял из себя простой VGA-контроллер без каких-то особых функций аппаратного ускорения и в первую очередь был нацелен на рынок недорогих персональных компьютеров. Он позволяет задействовать разрешение 1024 на 768 пикселей при 16 цветах или 800 на 600 и ниже при 256 цветах. Хотя этот чипсет поддерживает SVGA, но для работы в этом режиме ему требуется минимум 512 килобайт памяти. В качестве шины используется 16-битная версия шины ИСА. Но в этом видео мы попробуем проверить, будет ли работать эта карта в 8-битной версии шины ИСА. Ну и в заключение необходимо сказать, как это часто бывает с успешными стартапами. На Acumos обратила внимание одна из наиболее крупных компаний того времени CirrusLogic, которая поглотила Acumos в апреле 1992 года. После слияния чипсет AVGA был переименован в CL-GD5401 и далее выпускался под брендом CirrusLogic. Проверка. 60-разрядной видеокарты в 8-разрядном слоте ИСА. Материнская оплата 286.12. Называется САХ 286. Вот делаем сброс и смотрим на монитор. Видеокарта работает. Материнская оплата тоже. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.